Всем привет дорогие друзья, с вами Gameplay, меня зовут Юрий Аксёнов и сегодня в выпуске будет только три игры, но все три игры я думаю вам безусловно понравится и вы захотите во них во все поиграть. Итак, первая игра называется Mount Your Friends, данная игра, ну или подобная, есть в стиме, вышла она наверное недели две назад и теперь то ли клон, то ли реально прям точно такая же версия вышла для андроид, я не играл в нее по этическим соображениям, но так как на андроид она бесплатная, я все-таки решил ее заценить. И что, она мне очень понравилась, но если не смотреть, конечно, вот на эти вот мясо-колбасные изделия, которые болтаются между ног. Итак, режим мультиплеер пока не доступен, но будет доступен скоро, интересно на него будет посмотреть, но пока мы можем сыграть только в синглплеер, здесь есть три режима, это 30 секунд, 60 секунд и 120 секунд. В общем, это время, за которое вам необходимо будет сделать определенное действие, какое вы совсем скоро узнаете. Давайте выберем 120 на всякий случай. В общем, это вот такая вот кукла, такой вот мужик, у которого колбасень такая между ног болтает, и он, между прочим, еще голый, точнее в стрингах. И вам необходимо, зажимая определенные вот кнопки, которые обозначают его ногу, руку, либо же другую ногу, другую руку, и таким вот образом вам необходимо его перемещать. Какая же цель данной игры? Выстроить пирамиду из таких вот европейских мужиков, я не знаю, как их назвать. Якобы все-таки это игра пропагандирует то, что нельзя пропагандировать, но я думаю, вы, ребятки умные, сами это понимаете. Поэтому просто будем смотреть на эту игру как на фан, на веселье, и вот таким вот образом нам необходимо залезть наверх. Давайте попробуем как-нибудь закрепиться. Так, что бы нам сделать? Так, давайте рукой тянем, 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 и ваша цель выстроить цепочку из людей как можно выше. Сейчас все-таки постараемся загнать этого мужика наверх, на козла, и да, у нас это начинает получаться. Все, мы его зафиксировали, и теперь, нажав на таймер, мы отправляемся к другому мужику, и теперь нам необходимо другого мужика точно туда же довести. Ваша задача за отведенное время выстроить, как я уже и сказал, максимально высокую такую вот пирамиду. Поначалу вы будете ужасно долго, наверное, привыкать к данному управлению, но потом оно вам покажет даже весьма удобным. Игрушка очень веселая, очень смешная, очень классно здесь все исполнено в плане физики, потому что человеческие вот эти вот то ли манекены, то ли просто какие-то гейские мужики ведут себя именно так, как они бы должны, наверное, были себя вести в реальной жизни. Не знаю уж, чем они занимаются на самом деле в реальной жизни, но если они занимаются чем-то подобным, то я бы все равно, наверное, на это посмотреть бы не хотел, как, наверное, и каждый из вас. В общем, я думаю, смысл игры вам понятен. Если вам не нравятся мужские розовые сосочки и также колбаски, которые болтаются у них между ног, то тогда обходите эту игру стороной. А если вам плевать на это все, и вы просто хотите безумного веселья, фана, а в будущем еще и мультиплеера, то, безусловно, качайте эту игру, она совершенно бесплатная. Вторая игра называется Эксел, и в этой игре вы будете играть за маленькую веселую желтенькую шестереночку, которая, наверное, похожа больше на солнышко. Посмотрите на эти румяные щечки и на красный пропитый носик. Ну что ж, не об этом. Давайте запустим игру. Здесь имеется пять разделов, пять паков. Заходим в домик, это первый раздел, и здесь у нас есть разные миссии. Первую я прошел, вторая миссия — это музыкальная шкатулка. Нам нужно сделать так, чтобы она заработала. В общем, смысл игры здесь в этом и заключается — запускать различные механизмы. С помощью вот такого вот колеса мы можем вращать нашу шестереночку влево-вправо, и также еще по нажатию на него мы можем останавливать ее. Чем сильнее мы крутнем, тем, естественно, быстрее она будет двигаться. С помощью нажатия на правую часть экрана мы можем совершать вот такие вот прыжки для того, чтобы переключаться и перепрыгивать шестеренки на шестеренку. Так, нам необходимо также собирать все вот эти вот кристаллики света. Они нам нужны в качестве просто бонуса, чтобы пройти уровень на максимальное количество звезд. У вас также имеется еще шесть жизней, то есть вы можете врезаться шесть раз вот в такие вот красные препятствия. И в левом верхнем углу вы будете видеть, как ваша шестереночка будет ломаться, и в конце концов, если вы шесть раз врежетесь, то вы, к сожалению, проиграете. Поэтому будьте осторожны, не торопитесь, как я сейчас, иначе вы сможете до финиша не добраться. Так, здесь какая-то золотая шестереночка. И да, вот он, этот механизм. Попадаем в механизм, здесь нам необходимо крутить колесо, чтобы выработать достаточное количество энергии и запустить другие шестеренки. Так, давайте-ка как-нибудь выйдем отсюда. Да, мы вышли, и теперь нам необходимо перебраться дальше, чтобы задействовать данный механизм. Игрушка достаточно интересна, любопытна, необычна, и, на мой взгляд, наверное, заинтересует достаточно многих людей, которые любят интересные и необычные игры, к тому же с приятной графикой, с качественной анимацией и веселой музычкой, которая как-никак кстати подходит к этой игре. Поэтому, думаю, не жалко даже 68 рублей потратить на нее, если, конечно, вы покупаете игры. Если вы не покупаете, то попробуйте, может быть, где-то в сети выложили данную версию. Но, если честно, я искал и не нашел. Последняя игра на сегодня называется Rango Wings, и это не клон Flappy Birds, это нечто круче, нечто лучше, и сейчас вы в этом убедитесь сами. Да, возможно, по механике игрушка очень похожа, только здесь вам не тапать нужно, а удерживать нажатый палец на экране, и тогда ваш самолет будет устремляться вперед, а точнее ввысь. Сейчас я вам продемонстрирую, как он летает, если вы будете задерживать нажатый палец, он будет летать по кругу. Поэтому такие вот нюансы вам нужно учитывать. Это придает, наверное, эффектности игры, и также еще и дополнительной сложности. Никаких улучшений здесь совершать нельзя, необходимо просто лететь в свое удовольствие и устанавливать рекорды. Игра выполнена в 8-битном стиле, точно такая же здесь присутствует и музыка, и она как-никак, кстати, подходит данной игре. Мне игра понравилась тем, что здесь наш самолетик не как бревно тупое, просто так вот летит вверх-вниз, а он летит по круговой траектории. То есть если мы чуть-чуть передержим кнопку дольше, то тогда наш самолет закрутит крутую петлю, и в итоге мы сможем не справиться с управлением и, к сожалению, запороться, как я это сделал сейчас. Очень веселенький таймкидлер, всем его советую. Здесь также можно смотреть на свое видео, можно его расшарить. В общем, сейчас вот я включил его видео и смотрю, как я летел. Можно поделиться им с друзьями, и это тоже достаточно необычно и, наверное, круто. Ну что ж, на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, играйте в только интересные игры. Играйте только в интересные игры и будьте милашками. Играйте только в интересные игры и смотрите мои видео. Так нормально, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok